Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы отметить, это, пожалуй, то, что вы верующий человек. И верующие вы, если я правильно понял, достаточно сильно. Вот. Ну, то есть, вера для вас имеет большое значение. Вера для вас имеет серьёзное значение. Вот. И, как мне кажется, вам бы здесь более адекватнее было бы обратиться за помощью к своим специалистам, в частности, ну, в частности, именно ваши специалисты в области религии. Я не очень хорошо, к сожалению, ну, точнее, вообще не знаю, как они называются, да, то есть, что они из себя представляют. Вот. Ну, а я могу сказать, я могу сказать совершенно точно, что это вам нужно сделать в самую первую очередь. нужно обратиться к этим специалистам. Почему? Потому что они смогут вам подсказать, они смогут вам подсказать всё, что нужно именно вот с точки зрения вашей религии. То есть, не просто, вот, как психологи, да, а именно с точки зрения вашей религии. Потому что с точки зрения психологии, психология, как известно, бывает разная, да, бывает христианская психология, бывает, соответственно, в любом мусульманской, ну, в любой религии есть своя психология, кстати, любая священника там, психолог, в принципе, вот, ничем не хуже обычного психолога, а то, может быть, даже и лучше. В чем там. Вот. Так что, здесь очень важно вот этот момент понять. Очень важно вам. То есть, если вы хотите реальной помощи, то имеет смысл обратиться именно к вишеннику. То есть, у вас там должна быть таинственная исповедина, то есть, если вы что-то расскажете человеку, то он останется только между вами. Вот. И я думаю, что мусульманская религия, так же, как и христианская, так же, как и любая религия, в принципе, довольно положительно, ну, гуманно относится к людям, которые, например, ну, согрешили, да, то есть, если, особенно если люди раскаиваются в этом и так далее. Вот. Так что, это вот первый аспект, который вы, значит, который вам, точнее, можно заметить. Следующий аспект. Следующий аспект, он касается немножечко других моментов, как, например, семьи и вообще правил. То есть, не знаю, заметили вы или нет, но очень сильно, вот очень сильно, прямо очень сильно вы тяготеете ко всем правилам. То есть, это должно быть так, это должно быть так, это должно быть так, вот это должно быть тоже так и так далее. То есть, вы очень сильно тяготеете ко тому, что надо. При этом всячески подавляете свои желания. При этом всячески вы подавляете свои потребности. То есть, вы к себе не прислушиваете. Вы говорите, что, там, я очень мало времени провожу с родителями. Так вы не должны проводить время со своими родителями, потому что вы, в конце концов, вам, вы уже достаточно взрослый человек. Знаете, вы уже достаточно взрослый человек, чтобы проводить время со своими родителями. Много времени вы с ними не должны проводить время. Понятно, что религия требует, это понятно. Но, повторю ещё раз. Я не уверен, что кому-то будет лучше, я не уверен, что кому-то будет лучше, если вы будете это делать через силу. Я не уверен, что кому-то от этого будет как-то комфортнее, удобнее и так далее. Вот. То есть, это первое, это точнее вот второй момент. Момент третий, да, то есть, следующий момент, да, не буду читать, то есть, следующий момент. Следующий момент заключается в том, что вы всегда хотели семью и мечтали об идеальной семье. Зачем и для чего вы мечтали об идеальной семье, это тоже отдельный вопрос. Знаете? Зачем вам семья? Для чего вам семья? Если опять в соответствии с религией, например, если опять в соответствии с религией, то, ну, я вас опять же хочу огорчить немного, да, и сказать, что, ну, вряд ли, религия приветствует создание семьи, да, как самоцель. То есть, ну, не может быть семья быть самоцелью никак. Семья может быть результатом отношений. Семья может быть результатом отношений с партнёром. Но семья не может быть целью в себе. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что ключевой момент, он именно в этом. то, что у вас изначально не совсем правильно расставлены приоритеты, вот. Ну, вообще, вот в жизни просто. То есть, они совсем адекватно наставлены приоритеты, и вы, соответственно, действуете в соответствии с ними, но действуете вы, к сожалению, исключительно во вред себе. Да? Вот. И у меня вообще складывается такое впечатление, да, что, вот, следуя этим правилам, вы настолько привыкли подавлять свои желания, что они у вас вылились вот в это. в то, чем вы сейчас занимаетесь. И это, это, в принципе, тоже нормально, ведь у вас девочки-то никогда не было. Даже. Понимаете, какая история. Я понимаю, что вам, как бы, ну, религия, там, запрещают и так далее. Но, вопрос заключается, заключается в том, а что это за религия такая, если она не отвечает потребностям человека? Ну, вот. Ведь не секрет, что любая религия любого человека пытается, как бы, ну, как это сказать, унифицировать. То есть, религия унифицирует людей. Что сделает, а, нормы. Делает, а, правила для всех людей одинаковые. Что подходит далеко не всем. Знаете, как я, понимаете, какая ссора. Вот. И вполне возможно, что вы просто, вы просто не чувствуете себя мужчиной. То есть, ваше желание доминировать над мужчинами, да, оно связано, на самом-то деле, не с сексуальным влечением к ним. А именно, с потребностью быть. Мужчины. Понимаете? Вот. И я полагаю, если это то, чего вам не хватает. То есть вы пишите, что вам нравятся там накаченные там и так далее мужчины. Может быть это и есть в вашем понимании мужественность? Может быть это и есть то, что вас удовлетворяет? Может быть это и есть то, что вас привлекает в его, допустим, ну, в глубине души? Кто знает, но факт остается фактом, факт остается фактом, что проблема существует, она есть. И идеально, идеально, если вы все же вот будете прислушиваться к своим желаниям. Идеально будет, если вы будете прислушиваться к тому, что вам хочется. И идеально будет, если вы раскроете все же именно свои потребности. Заметьте, что вы постоянно в себя обвиняете, заметьте, что вы постоянно идеализируете. Вы идеализируете родителей, вы идеализируете семью. Возможно, вы идеализируете женщин. Вот, а то вы говорите, что я искал способы, как удовлетворять женщину. Да зачем? Зачем искать способы? Вы будете с девочкой, вы будете все равно познавать даже, ну, с девочкой, мужчиной, ну ладно, вы будете познавать партнера. Просто партнера, вы будете это познавать. Просто познавать! вы будете познавать партнеров своего, и все способы, все, что вы читали, да, все это, все это будет не нужно, возможно, для вас, потому что партнера вы будете познавать как бы заново, вот, то же самое касается и саморазвития, то есть, вы говорите, что вы читали очень много статей на эту тему, да, на тему саморазвития, но ведь каждый человек сам ищет свой путь, зачем читать какие-то вещи, для чего вы читаете эту историю, вот, знаете, какой момент, какой момент, вот, зачем, чтобы что, опять же, такое ощущение, что вас постоянно что-то, ну, грубо говоря, толкает вперед, да, постоянно вас, он принуждает вот это дело сделать, вот, дальше, очень важно определить, сам процесс, того, о чем вы пишете, вот, как бы весь процесс взаимодействия с вашими виртуальными партнерами, на самом деле, нравится вам это, не нравится ли вам это, делаете вы это, потому что вам хочется, ну, то есть, делаете ли вы это потому что вам реально этого хочется. или вы делаете это всё-таки потому что, или вы делаете это даже, когда вы не хотите этого делать. Это важно, потому что если вы делаете это только потому что вы хотите, пусть каждый день, пусть вы делаете это постоянно, не важно, если вы делаете это исключительно по своим желаниям, если вы делаете это исключительно потому что вы хотите этого, это одно. Если вы делаете это даже тогда, когда вы не хотите делать это, это совсем другая сторона. Это уже совсем, совсем другая сторона. Знаете, развратом, вот развратом считаются именно те действия, которые человек совершает под неволе, то есть находясь в неволе, не желая их, а реализуя какой-то, ну, определенный, скажем, план или посыл, там, своих, например, родителей и так далее. Понимаете, какая сторона? Вот. Вот так. Это то, что вам можно ответить на ваш, на ваш текст, на ваш вопрос. Обратите внимание. Обратите внимание. Значит. Так. Вы пишите. Так. Пытался быть самым сексуальным мужчиной. Так. Вот придерживаюсь многих, многих, многих правил. Об этом я уже говорил. А вот вы пишите, что, значит, пожалуйста, психологи, вы моя последняя надежда. Помогите мне. Я вас очень прошу и не хочу так дальше жить. А, понимаете, как бы, ну, то, что здесь вы выступаете в качестве жертвы, это понятно. Да. Вот. Потому что, ну, вы говорите, что мы ваши последние надежды, при этом вы задаете, как бы, вопрос. Ух, не платный статус. Показывайте, что, насколько вам это важно. Вот. Опять же, как помочь? То есть, вы действительно реально считаете, что вам можно помочь в рамках ответа и вопроса? Нет, нельзя. В рамках ответа и вопроса вам помочь нельзя. Никак. Это невозможно. Нужна работа. Нужна исследовательская работа, потому что, что с вами происходило? Что вас, эээ, ну, травмировало? Эээ, в детстве. Если, если травмировало. Вот вы говорите, война такая, какая война? Что происходило? Какое это отношение с родителями, с папой, с мамой и так далее? Понимаете? Если у вас действительно нетрадиционная ориентация, то вам с этим, вам это просто придется принять. Потому что, современная психология, она не считает, что, эээ, ну, что ориентация человека, ориентация человека, это что-то ненормальное. Вот. Абсолютно. Другое дело, что вы, может быть, не, эээ, вы, вы говорите, что у вас гомосексуальная ориентация, а мне почему-то показалось, что у вас бисексуальная ориентация. То есть вы, эээ, тебя делаете и к мужчинам, и к девушкам. Вот. Кстати, если бы вы были только гомосексуалистами, да, у вас не было, ну, не было бы никакого успеха с девушками. А так вы это делали. Вы делали это с девушками тоже. Поэтому я думаю, что, скорее всего, вы бисексуальные. А бисексуальных людей очень много. То есть именно, вот, бисексуальные, где большинство просто, эээ, какая-то связь, да, ну, ну, допустим, нежелательная или непринятая обществом, да, она поощряется. Человек считает, что он, там, скажем, гепаросексуал и так далее. Вот. То есть, как бы, эээ, сначала нужно определить, что вы реализуете через, эээ, свои действия. Эээ, после того, эээ, как это будет понятно, что вы реализуете, уже можно будет говорить о том, эээ, что делать дальше. Вот. Но, в любом случае, всей этой информации о вас мало, о которой вы написали. То есть, по сути, вы просто описываете, да, то, что вот вы, там, себя обвиняли и так далее. Вот. Обвинение не поможет. Вот. Эээ, обвинение – это, эээ, это, эээ, это голос родителей. И голос родителей вам ничего не даёт, как правило. Вот. А вы говорите, что, эээ, значит, эээ, связаны с детскими травмами. Я прежде в войну, кого с кем и как это касалось вас, болезни, какие болезни и так далее. В детстве я был пугливым мальчиком, который часто бегал к родителям со слезами. Вот это вот немужество у нас до этого сейчас пытаетесь компенсировать, компенсировать. То есть, вы не как пытаетесь починить мужчин, да, доминировать над ними, чтобы доказать вам, что вы мужеству. У вас есть внутреннее непринятие себя. Вот. Вот просто непринятие себя. То есть, вы хотите себя чувствовать мужчиной, а мужчина себя не чувствует. Кстати, вероятно, именно по этой причине вы пытаетесь, эээ, пытались, точнее, быть самым сексуальным мужчиной, как вы говорите, и исследовали способы доставить, эээ, ну, доставить женщине, женщинам удовольствие. Именно для этого вот так. В определенный момент времени вы думали, что именно это, именно вот, эээ, сексуальная искусственность поможет вам почувствовать себя мужчиной. Нет. Мужчина чувствует себя мужчиной не в сравнении с кем-то, а сам по себе. Для этого нужно себя принять. А вы себя не принимаете. Это, очевидно, у вас сильное обвинение внутреннее, внутреннее идет. Вот с этого, вот с этого и нужно начать. Что вы перестали себя обвинять. Что вы перестали считать что-то мерзостью. Что вы принимали все, что происходит. И уже потом, после этого, определив для себя пользу и вред, объективную пользу и вред, а не то, что, ээ, говорят ваши родители. Уже можно будет с этим что-то сделать. Если приняв, приняв себя и почувствовав себя мужчиной на постоянной основе, вы все равно будете дяготеть к ним, значит возможно, возможно. У вас просто такая ориентация и в этом нет ничего дурного, в этом нет ничего плохого. По крайней мере здесь, уже в смене ориентации. Ага, психолог, психолог вам поможет. Вряд ли. Тут скорее лучше обратиться к сексологу. Вот. То есть если уже будет такое желание ваше. Вот это что-то я могу сказать. Тут еще раз. Чувство вины и непринятие, непринятие от себя. Вот. Это что-то я вижу, что-то я вижу у вас. Вот. Ну и соответственно следование правилам, как источник подавления своих собственных желаний, и как результат оторванности от своих желаний, да, и недоверие и проблема гендерного поведения. То есть вне зависимости от того, какая у вас ориентация, вне зависимости от того, кто из полов вас интересует. Вот. Вне зависимости от этого вам все равно нужно для себя выработать определенную модель гендерного поведения. Вот. Если эта модель гендерного поведения не выработана, то вы всегда будете чувствовать себя вот так вот. Негативно. Негативно. По сути. Вот. Понимаете? Так что здесь решать, я думаю, исключительно вам самому, что уже с этим делать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду отомочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...